И я очень рад приветствовать каждого, кто присоединился к нам сейчас в прямом эфире. Наших драгоценных братьев и сестер по всему лицу земли хочу приветствовать. Я нахожусь в Сибири сейчас, в Новосибирске. Вот уже скоро месяц, наверное, как мы на самоизоляции, мы отпраздновали настоящий праздник Пасхи дома. Так как это было исторически, много-много лет, много даже тысячелетий или несколько тысячелетий тому назад, когда праздник Пасхи был только учрежден, они сидели в своих домах. И наше богослужение проходит по онлайн. Я не знаю, как вы, но последнюю неделю я необыкновенно скучаю. Я просто скучаю по церкви, скучаю по братьям и сестрам, скучаю по общению. Я хочу сказать, что вся Библия, она вообще-то, это не просто свод там десяти заповедей, законов. Вся Библия, она основана на взаимоотношениях. Она очень пропитана вот этими нитями отношения сердца к сердцу. Вообще наш Бог – это Бог Завета, это Бог отношений. Он хочет иметь отношения с тобою и со мною. Он Бог, который открывает себя, открывает свои чувства, эмоции. Когда мы изучаем тему Бога в Библии, то мы удивляемся. Оказывается, столько эпитетов относятся к Нему. Он чувствует, Он гневается, Он радуется, Он хочет, Он желает, Он терпит, Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб. Он смотрит, Он внимательно смотрит, Он наблюдает, Он поддерживает. Он Бог, Он личность и не такой квадратно мертво такой замороженный, как в Сибири во время мороза. Он активный, живой, действенный и написано, не спит и не дремлет, хранящий Израиля. Он бодрствующий Бог, который смотрит за тобою и за мною. Он Бог, Он Бог отношений. Поэтому мы дети Его, мы дети отношений. Друзья, знаете, о чем я думаю и о чем я молюсь? Во-первых, как никогда раньше, в это время пандемии, наши уши духовные стали слышать то, что мы не могли слышать раньше. И я хочу пояснить эту мысль. Это первое, о чем я молюсь, чтобы мы продолжали, чтобы этот слух, который открылся у нас, он улавливал то, что говорит Бог. Ох, другими словами, есть христиане, их немало, которые вообще не могут слышать ничего там негативного, тяжелого, трудного, какого-то, ну, такого, ну, ответственного. Они говорят, да хватит нам говорить, у нас и так куча проблем, скажите нам что-то доброе. Конечно, если вы дочитали книгу Библии до конца, то вы узнаете. Или вы знаете, что в конце будет все хорошо. В конце придет желанный Иисус. В конце церковь и духи невесты будут говорить, приди, и слышащие да скажут, приди. Это что-то доброе. И потом это время, этот сезон, так сказать, он подойдет к концу. А где-то посередине мы читаем о том, что вся тварь, все творение, оно стенает, ожидая откровения сынов Божьих. То есть сейчас мы в том времени, когда и стоны, и трудности, и бедствия, и беззакония, и грехи людей, и столько несправедливости, и неправедные суды, которые происходят. И мы часто говорим, о, праведный суд только у Бога. Тут на земле ты не добьешься правды и так далее. Бог все знает, Бог видит. Но мы дочитали до конца. И мы знаем, что будет новое небо и новая земля, на которых будут царствовать правда и истина. И Иисус наш Спаситель будет царем. Итак, еще раз, о чем я думаю в эти дни, в это время? Я думаю о том, чтобы тот слух, та частота наша, которая открылась, она не закрылась, она не отключилась, когда закончится пандемия. Это означает, сегодня ты слышишь те темы, которые так сложно было слышать раньше. Вы знаете, я был мальчишкой еще, когда мы с мамой летели. Первый раз в жизни моей я был в самолете, летели там в другой город. И я помню того мужчину, я запомнил его на всю жизнь. Потому что, когда самолет шел на посадку, он сильно прижимал своего сына. И так прямо прижимал его очень сильно. И я помню, как он рассказал, когда моя мама спрашивала, а почему вы так? То есть не бойтесь, как бы все хорошо, он сядет. Он говорит, у меня было переживание, был опыт, когда я летел тоже на подобном самолете, и мотор отключился. Один мотор отключился, и самолет стал крениться, и стал терять высоту, и сильно терять высоту. И все люди кричали в самолете. Но потом каким-то образом он снова заработал, загудел. Мы выровнялись, и мы не разбились. И внутри меня есть это чувство, и я имею страх. Вы знаете, что интересно? Я часто вспоминал этого мужчину, прошло уже много-много лет. И я думаю, вот о чем, что тогда, когда самолет теряет высоту, и когда все люди осознают, что может быть жить, осталось совсем немного, вдруг открываются вот необычные чувства слуха. Бог, где ты? Говори сейчас. Где ты? Помоги сейчас. Выйди ко мне. Дай твою руку помощи. Господи, мы начинаем вести себя так, как никогда раньше. В какой-то момент отпадают все вот эти срочные дела. Они больше просто не интересны, не важны. Какая разница? Деньги, карьера, там слава, что-нибудь другое. Какая разница? Может быть, все закончится сейчас? Мы открыты. Мы открыты. И когда я вспоминал эту историю, я думаю, Дух Божий дал мне такую мысль. И это мысль следующая. Что я буду делать так, что мои люди будут переживать вот это падение высоты. Они будут переживать вот это чувство, когда какой-то мотор отключается, когда все замедляется, когда стресс и шоковое состояние приходят в сознание. Зачем? Чтобы мой народ начал слышать то, что никогда раньше не слышали. И не слышали не потому, что Бог не говорит. Не слышали не потому, что в Библии этого нет. А не слышали потому, что настройки были другие. Просто настройки другие. По-другому жилось, по-другому хотелось, по-другому виделось. Знаете, некоторые точки зрения в богословии возникали именно тогда, когда вокруг все было обусловлено, чтобы эта точка зрения родилась. Вот так виделась, вот так хотелась, вот так каким-то образом читалась, интерпретировалась и объяснялась. Сейчас другое время. И в это время наш слух может слышать то, что не слышал раньше. И это положительно. И это хорошо. Вот я об этом думаю, об этом молюсь. И вторая мысль, я думаю о том, а что же за послание упущено церковью? Что именно Бог хотел бы сказать нам? Что именно мы пролетели? Господи, дай мы вернемся назад, может быть, мы уже где-то в пятом классе, в седьмом классе, но мы пропустили какой-то предмет там из третьего, из четвертого класса. Господи, верни нас назад, но я хочу все-таки это догнать. А вы знаете, у любого Божия такова, что он вернет. Кто-то спросил, а что если я не сдаю экзамен у Бога? Что дальше? То есть, ну, не получается у меня. Не могу я победить грех, например. Не могу я победить там свои желания. И все там. Ну, пью, когда мне плохо, и все. Запиваю там горе, отключаюсь, потом мне стыдно, больно, вина и так далее. Ну, что делать? Ну, такое. Что дальше? Может быть, Бог бросит просто эту тему. Но в другой сфере я нормально. И вот в этой сфере я нормально. В этой, в этой, в этой. Мне очень понравился ответ. Муж Божий, отвечая, сказал у Бога, ты будешь сдавать экзамен до последней секунды твоей жизни. Он будет возвращать тебя снова и снова и снова и снова и снова к тому же самому вопросу. Потому что так сильно любит тебя, что будет хотеть видеть изменения в твоем характере. Поэтому, вы знаете, некоторые мужи Божии, которым под 70, я их слушаю, они говорят, я так благодарен Богу за путь. Но я не был благодарен Богу за ту дорогу, которую я шел в 30-40 лет. Мне не нравились все эти переживания, все эти трудности, все эти боли, все эти стрессы, через которые я проходил. А уже 70, говорит, как удивительно, Бог провел меня. Я совсем другой человек. Эта оболочка только напоминает. Мой характер изменился. Мое сердце другое. Мои чувства другие. Мои мысли от жизни другие. Я никогда бы не изменился. У нас по поколению шло вот это, допустим, такая жесткость такая, грубость такая или хитрость, манипуляция, игра словами. То есть мы просто играем словами и все, и мы делаем свое дело. Но Бог, но Бог, но Бог, но Бог, только у Бога хватило терпения. И Он изменил меня. Драгоценный, я хочу говорить сегодня на такую тему. В Священном Писании мы встречаемся с Божьими судами. Конечно, их прочитываешь, думаешь, это там, это они, это где-то, это когда-то. Почему это должно быть с нами? Это не с нами. Мы-то, ну мы-то его дети. Вообще, мы-то его дети. Но в Библии есть описаны Божьи суды. Суды, которые были над отдельными людьми, над городами, над народами и даже над целыми империями. Любопытно, что очень часто, когда приходил суд, Божий народ разделялся на две категории. Были люди, которые где-то внутри торжествовали, чуть ли не показывая пальцем. Ну вот так им и надо. Они жили без Бога, они были грешниками. Но были другие, которые становились, то, что в Библии написано в проломе, которые позволяли Богу, чтобы Дух Святой наполнил их сердце ходатайством и молитвой. И они становились, просили, взывали и защищали народ. Одна из таких личностей, которая меня просто поражает своей молитвой, это Моисей. В 32 главе книги «Исход» вы можете увидеть, когда Бог говорит ему, после того, когда народ израильский вылепили себе литого тельца, золотого тельца. И в это время Моисей общался с Богом на горе. И когда он спускается вниз, Бог как раз с ним общаясь, говорит, «Иди, спустись вниз и посмотри, что они сделали». Он спускается вниз, встречается с Аароном, который вместо Моисея был в это время лидером, и спрашивает, что это. А Аарон так, ну, то есть, народ, народ не знал, что с тобой будет. Вообще они принесли вот все эти золотые украшения, я бросил в огонь. И вот вышел такой телец, такой, как, знаете, не при делах, такой, как будто он невиновен. И Бог заговорил с Моисеем. И вот здесь внимание, Бог говорит ему следующее, «Моисей, отойди от них, я уничтожу их, а от тебя произведу другой народ». Что говорит на это Моисей? Моисей говорит, «Нет, ты лучше меня вычеркни из книги твоей, но не надо этих людей уничтожать». Вы знаете, это очень сильное заявление. Что же это за сердце? Что же это за сердце, которое готово отдать свой жребий вечной жизни для того, чтобы эти люди были спасены? Я скажу вам, что логически это, ну, очень трудно к этому прийти, естественному человеку. Дух Божий внутри нас – это дух, который поворачивает наше сердце и душу к тому, чтобы мы, как церковь, начали молиться, ходатайствовать и стоять за народ. Стоять, чтобы Бог защитил людей, чтобы Бог остановил бедствие, чтобы прекратились смерти, число которых растет с каждым днем больше и больше, прекратилось заражение. Церковь имеет эту власть и это право. Я хочу прочесть вам вторую книгу «Паралипоминон» с 7 главы, с 12 по 14 стихи. Такие слова. «И явился Господь Соломону ночью и сказал ему, «И я услышал молитву твою и избрал себе место сие и дом в дом жертвоприношения. Если я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой». Слышите, язву, моровую язву. Это инфекция, это вирус. Следующий стих. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Внимание. «Смирится народ мой, я пошлю наказание, я буду судить за грех и беззаконие, но если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться». Вот увидьте это. «Смирится мой народ». Я не знаю, ты осознаешь себя, что ты Божий или нет. Я Божий. Я принадлежу его народу. Я Божий. До последней секунды моей жизни я его. Я не то, что просто обычный человек. Я Божий сын. Ты Божий сын. Ты Божия дочь. «Смирится народ мой, который именуется именем моим, будут молиться, смириться, будут молиться, взыщут лица моего и обратятся от худых путей своих». Действия. Не просто смириться, молиться, Бога найдут, но и повернуться от худых путей своих. «То я услышу с неба, прощу грехи их и исцелю землю их». Смирится церковь, смирится народ Божий, а Бог придет и исцелит землю. Судьба земли, судьба страны, судьба стран и континентом в руках церкви. Братья и сестры, может быть, мы не осознаем ту власть, которую Бог дал своему народу. Возьмите этот стих, возьмем его, положим в основание. Я хочу уйти немного в сторону и поговорить с вами о том, о чем так не хотелось слышать на протяжении многих лет. Давайте посмотрим на то, что нам сильно нравилось. Я очень кратко хочу напомнить, что в Библии есть много титулов и имен Божьих. И мы знаем, Он Эл-Шадай, Бог всемогущий, Он Эл-Элеон, Бог всевышний, Он Иегова Ире, Господь, Который обеспечивает или усмотрит. Он Иегова Нисе, Который Господь знамя мое. Он Иегова Рохи, Господь пастырь мой. Он Иегова Рахи, или Рафа, Господь целитель мой. Он Иегова Микодеш, освящение мое. И я могу продолжать. Все эти титулы Божьи и имена Божьи, они даны нам. Бог открыл себя так. Он сказал, ты нуждаешься в пастыре. Ты потерялся, как овца без пастыря, она не знает, куда идти. Ты потерялся в жизни, ты потерял работу, у тебя нет денег, у тебя дома конфликты, напряжение, ты не знаешь, как это время проводить, ты уже устал, в этой самоизоляции. Тебе нужен пастырь, который поможет тебе. Друзья, мы можем быть даже взрослые, и пятый, шестой, и седьмой десяток, а внутри мы все равно нуждаемся в пастыре. И Бог говорит, я твой пастырь, я твой пастырь. Друзья, а вот о чем, так редко мы слышим, а у языки Иля, седьмая глава, девятый стих, сказано так, в конце этого стиха сказано, потому что я Господь, каратель написано здесь, в русской Библии, а в подлиннике, я Иегова Маке, Иегова Маке, вы слышали когда-нибудь? Маке, Иегова Маке, что это значит? Слово Маке, в переводе с иврита, означает ударяющий. Другими словами, можно было бы перевести, я Бог твой, который как пастырь пасу тебя, который исцеляю тебя, это предыдущее, все, что я говорил, который даю тебе мир, который обеспечивает тебя, но я Бог так же, который могу тебя ударить, который могу бить тебя. Ударить мы так типа разово, вообще может ли Бог бить? Может ли Бог бить? Вы чего, пастырь? Ты о чем проповедуешь вообще? Может ли Бог бить? Ну вот, смотрите, это Библия. Вчера я связывался с теми, кто знает подлинник на иврите, с моими друзьями, которые живут в Израиле, я говорю, слушай, ну подтверди мне, пожалуйста, дай мне все местописания, где там написано. И он говорит, да, именно это слово, маке, так оно на иврите звучит, оно использовалось тогда, когда Бог посылал 10 заповедей, 10 казней, 10 казней посылал, и это означало, что Бог каждый раз наказывал, и он это делал маке, то есть он ударял египтян. Друзья, вы знаете, евреям 12 глава, там описан Бог наш, который воспитывает нас, который наказывает нас, евреям 12 глава. Может быть, вы слышали, конечно, слышали, может быть, вы не так, как-то, как я, видите, а может быть, так же, как я, вот что я здесь увидел. Смотрите, я увидел следующее, написано в 5 стихе, 12 глава, евреям, забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, двоеточие, утешение, то есть меня утешают сейчас, Господь, спасибо, утешай меня. Знаете, как я хочу, чтобы меня утешали? Чтобы мне говорили и Егова, и Ирия, Господь усмотрит, и Егова, Микедеш, Господь осветит тебя, и Егова циткиню, Господь твоя праведность, то есть если ты неправедный, если ты накосячил, Егова циткиню, Он твоя праведность, я хочу, чтобы мне говорили, Егова шалом, Он твой мир, успокойся, Он даст тебе мир, я так хочу, чтобы меня утешали, ну тут смотрите, 5 стих, забыли утешение, ну правда забыли, если честно, почему, потому что он тут описывает, какое утешение, а вот какое, сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает, ну если честно, мы хотели бы забыть такое утешение, вам вообще нравится такое утешение, забыли утешение, ну слава Богу, что забыли утешение, это же хорошо, Господь, он говорит, слушай, да я каждого, всякого, которого я принимаю, я каждого бью, ох, Егова Маке, это другое слово, Маке, но оно в Библии, Егова Маке, я должен что-то прояснить, прежде всего, я хочу сказать, что для каждого, кто принял Иисус, кто осознает себя, его сыном или дочерью, Бог ставит цель, оставляя нас на земле, чтобы внутри нас выработать желания правильные и характер правильный, я хочу, чтобы вы на это обратили внимание ваше, то есть его цель не столько выработать нас, поступки правильные, потому что поступки есть люди, которых тренируют в специальных школах, которые засланы в другие государства, как шпионы, они умеют вести себя так, помните, Штирлица, они умеют вести себя так, что вы практически, ну, не докопаетесь до того, что что-то не так, а на самом деле внутри, они другие люди, и у них другие мотивы и цели, Бог идет глубже, Он касается твоей сути, твоей сущности, Он хочет поменять внутри твое ДНК, чтобы ты хотел, чтобы ты желал святого, чистого, прекрасного, вы знаете, мы сегодня говорили о конце, что в конце мы прочитали, в конце Библии, что все будет очень классно и хорошо, когда придет Господь, но тут написано, что ничто нечистое, и преданное мерзости не войдет туда, куда? В то Царство Божие, которое грядет, туда не войдет ничто нечистое, следовательно, здесь на земле Бог работает надо мной, чтобы все нечистое, преданное мерзостям, всякий страх, боязнь, все это, оно от меня отошло, вот почему Господь оставляет нас на этой земле, так еще раз, я хочу эту мысль еще раз повторить, Бог работает над каждым из нас, чтобы внутри нас выработать правильное желание, когда мы становимся Его детьми, Он именно с этой целью наказывает, воспитывает и даже судит нас. Скажите, подожди, где ты видел, что Бог судил нас? Вы знаете, апостол Петр говорит, что время начаться суду с Дома Божьего. Подождите, суду с Дома Божьего? Давайте еще раз посмотрим на то, что в Библии есть исторические суды, то есть суды, которые были сделаны на фоне истории в какой-то момент времени, суды, когда Бог судил человека или семью, допустим, Ананию и Сапфиру, которые упали мертвыми, когда они лицемерили, обманывали Петра, и они прямо тут же упали мертвыми, и есть исторические суды, суды, которые в наше время истории происходят, а есть суды, которые названы вечными судами, то есть это приговор там на том суде, который состоится еще, который еще пока не состоялся, и на том суде, тот приговор, который будет, он определяет, где человек проводит вечность, отсюда понятие вечные суды, вечный суд. Мы, христиане, не приходим на такой суд. Верующий в Сына Божьего не судится и перешел от смерти в жизни. Мы избавлены благодаря тому, что Иисус умер и воскрес, был судимы Божьей справедливостью, как грешник. Сегодня мы избавлены от Божьего гнева и избавлены от вечного суда. Но мы не избавлены от исторического, от суда, или от воспитания, или от наказания, которые Бог применяет, исходя из любви к нам, к нам, своим детям и своей церкви. Друзья, я хочу, чтобы мы осознавали это, потому что здесь, в послании к евреям в 12 главе, если мы будем читать дальше, то в 11 стихе он говорит, что всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него доставляет мирный плод праведности. Интересный взгляд. Взгляд Бога на наказание, на воспитание, на суд. Взгляд Божий отличается от нашего. Нам это не радость, нам это тяжело, мы не согласны с этим, мы не хотим этого, мы забываем такое утешение, нам не нужно такое утешение, а Бог говорит, а мне нужен твой плод праведности. Итак, я хочу сказать, что наш Бог является Богом любви и в своей любви Он судит, наказывает, дисциплинирует, воспитывает своих сыновей и дочерей, чтобы внутри нас выработать это желание служить Господу и очистить и осветить нас. Теперь я хочу задать вопрос, как вы думаете, а вот нынешняя ситуация с этим вирусом, можно ли думать таким образом, что это Божье наказание или это дьявольская атака? Что это? Как вы считаете? Я скажу вам, что я думаю, я думаю, что Бог не в стороне от этого всего. Я не верю в такого Бога, который вдруг в какой-то момент смотрит и говорит, что это у них тут, дьявол подкинул им какой-то вирус, искусственно он выведен или естественно он передался. В Библии написано, чтобы мы посмотрели на птиц, которые продаются там за копейки и чтобы мы осознали, что мы намного лучше этих птиц. Так Иисус сказал. И Он сказал, у вас же даже волосы сочтены на вашей голове. Он сказал, я кормлю этих птиц, тем более, тем более я позабочусь о вас. речь идет о том, что наша жизнь, в нашей жизни не могут быть такие случайности или такие ситуации, в которых вдруг мы как-то оказались вне Бога, Бог абсолютно не знает и Он не контролирует эту ситуацию. В это, дорогие, я не верю. Скорее всего, я верю в то, о чем сказал Иисус, когда ученики спрашивали Его, какой признак кончины века и твоего пришествия. И он там описывает, и он описывает вот эти серьезные такие вещи. Это 24-я глава Евангелия от Матфея. Он описывает землетрясения по местам, он описывает лжепророчества, он описывает соблазны, обиды, которые придут. Он описывает вот то, что будут язвы и будет голод. Сейчас нет голода. Сейчас есть только вирус, есть язва, можно сказать. Когда Иисус это все описывает, Он говорит, это начало болезни, в нашем переводе, в подлиннике, это родовые схватки. То есть, по факту, это первая родовая схватка, которая только началась. И это еще не является сама вся вот эта вот суть вот этого последнего времени, где добавьте сюда землетрясения, добавьте сюда голод, добавьте сюда войны народ на народ, третью мировую, добавьте сюда полнейший хаос и смятение в церкви, добавьте сюда, что мы, или, дай Бог, чтобы это были не мы, что люди в церкви ожесточаются, во многих охладевают любовь, и мы получим последнее время, то, что будет в самом конце. Конечно, нужно сказать, что точно так же Бог будет облекать Свою силою Свою церковь, будет наполнять силою Божией, и будет проповедана Евангелие по всему миру. Настолько, насколько беззаконие будет увеличиваться, настолько сильно Божье присутствие и благодать будет адекватно этому увеличиваться на церкви. Но я хочу сказать о том, что на самом деле у Бога есть определенные, очень ясные тексты, которые Он сказал, как церковь должна в это время вести себя. И я хочу дать вам четыре реакции церкви в период, когда происходит пандемия, или наказание Божие, или происходят определенные бедствия. Первая реакция церкви Иисус сказал ученикам Своим, когда услышите, когда это начнет сбываться, 21 глава Луки, 28 стих, тогда восклоните и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Вся Библия говорит, не бойся, то есть для нас первое слово, которое мы слышим от нашего Господа, не бойся, вдохновись, ободрись, потому что приближается избавление твое. Второе слово, которое мы можем видеть, это то, что написано у Исаии в 26 главе с 8 по 12 стихи. Я буду читать и мы вместе с вами посмотрим. Здесь написано так, «И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя, к имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша». Вы знаете, суды Божии не в мгновение происходят. Книга Откровения показывает, что есть время, временной промежуток, когда там большая скорбь описана, 16 глава книги Откровения, но суды Божии, они происходят во времени, на пути судов Твоих. Что произошло с церковью, с народом Божьим, с нами? Здесь написано, «Мы уповали на Тебя и к имени Твоему, и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша». Здесь очень важно понимать, что среди семи церквей, которые описаны в Откровении, последняя Лаодикийская церковь, это церковь компромисса, это церковь, в которой никогда не говорили, например, проводя черту святости, всегда пытались грех как-то украсить, уменьшить, сказать, «Ничего страшного, за все заплачено, не переживай». Это церковь, где не проводилась ясная черта в том вопросе, как жить. И люди, не то, что они злые или плохие, они просто думали, что ничего страшного нет. Например, «Ну, мы начинаем просто с пива, ну где же в Библии сказано, что выпить нельзя? Написано, чтобы мы не упивались вином. Да я не упиваюсь, я нормально, я останавливаюсь вовремя. Начинаем немножко с пивка безалкогольного, потом чуть дальше, потом чуть больше, потом, ну, бокальчики, но я все еще не упиваюсь, я контролирую себя или другие какие-то, может быть, там, вот привязанности по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть». И такая церковь была, Лаодикийская церковь, я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, он говорит церкви, он не говорит миру, то есть фактически Иисус оказался вне дверей церкви, вне жизни этих людей, и он стоит и стучит, если кто услышит, я войду к нему, я буду вечерять с ним, вот, вот есть что-то необыкновенное, когда ты живешь в чистоте, в святости, я живу так, друзья, это настолько классная жизнь, когда вы живете в святости и в чистоте, но вот на пути судов твоих, во-первых, церковь проснулась, просто проснулась, помните, этой же церкви Иисус сказал, «Так как ты ни холоден и ни горяч, я исторгну тебя из уст моих». То есть, а здесь она, на пути судов Божьих, они начали уповать на Бога. Итак, вторая реакция, они уповали на Господа, они просили милости у Бога, они хотели, чтобы Господь простил, они меняли свое понимание, свое желание, они говорили, «Я больше никогда не буду делать этого». И я знаю, что многие из вас в течение уже этих нескольких недель приняли определенное решение, что вы не будете жить, как раньше, вы будете жить по-другому, потому что Бог стучит и продолжает стучать в сердца наши. Третья реакция церкви, это позволить Духу Святому поместить внутрь нас желание молиться, чтобы Бог помиловал и остановил это бедствие. И я называю это «стать в проломе», поставить себя в позицию, когда вы молитесь, и уже не только о себе молитесь, о защите своих близких и родных, вы молитесь о других людях, вы молитесь о стране нашей, вы молитесь о том, чтобы Господь помиловал, вы молитесь о том, чтобы реакция Божия произошла, чтобы у нас поменялись желания, чтобы мы желали Иисуса, желали святой жизни, чтобы люди приходили к Богу, каялись, но мы стоим пред Богом и мы молимся о том, чтобы Господь помиловал народ. Из Акииля, 22 глава, 30 стих, там написано так, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Вся Библия показывает нам, что Бог кладет вот эту молитву или это желание людям в сердце. Он действительно хочет наполнить сердца своих сыновей и дочерей вот этим духом молитвы. Помните, там Анна, Симеон, которые всю свою жизнь посвятили, чтобы быть в храме и молиться, и Господь это очень высоко ценит. А помните, такие случаи в Библии есть, когда было поражение, например, Давид, который согрешил, и Бог начал поражать. И вот идет поражение Господне, то есть падают люди мертвыми, и Давид побежал, и прибежал на поле одного человека, и остановился здесь, и говорит, Господи, я согрешил, Господи, останови свое поражение. И тут же начинает сооружать жертвенник, приносит жертву, и гнев Божий останавливается. И таких случаев есть в Библии немало. Также Моисей поступал. Мне очень нравится Елисей. Елисей пришел в город Иерихон. Исторически этот город был проклят Иисусом Навиным. Он был разрушен вообще потому, что Бог эти стены обвалил, и евреи пришли в этот город, а потом он был так разрушен, что его просто проклял Иисус Навин. А потом спустя годы, столетия его восстановили и начали жить. Все вроде хорошо. Приходит туда пророк Божий, жители выходят к нему навстречу, и они говорят, у нас тут очень плохая вода, невозможно жить. У нас соленая вода, мы не можем пить, все источники, они испорченные, мы мучаемся здесь. И знаете, я не знаю, что сделал бы ты на месте пророка Божьего, но Елисей не сказал, а чего вы хотели-то? Вы где живете? Вы же живете в Ерехоне? Из-за беззаконий, грехов ваших отцов, ваших предков этот город проклят, вот и вода такая, Бог не бросает свои слова на ветер. но Елисей, вот здесь я хочу, чтобы вы увидели сердце Бога. Елисей говорит, принесите мне новую чашу, ему приносят, он берет, соль туда бросает, говорит, идите, бросьте в источник. Они бросили, и вода исцелилась во всех источниках, по всему городу. Мой вопрос, скажите, а как это так? А как это так, что Бог передумал? А как это так? На самом деле, сердце Божье не в том, чтобы наказать, уничтожить, в том, чтобы спасти. Написано, Бог хочет, чтобы никто не погиб. И даже во время наказания, когда Бог наказывает, знаете, мы так думаем, он наказывает, значит, не любит. А вот сейчас он меня благоставляет, вот у меня все есть. Это так, это так по-детски, примитивно. Когда вы, как родитель, наказываете своего сына или дочь, что уничтожает, видите их? Да нет. Вы пытаетесь довести до сознания, послушай внимательно, послушай внимательно, берете за руку, смотрите в глаза, и уже в крайней, в крайней степени, уже когда вы понимаете, что нет другого выхода, вы шлепаете. Все это условно. Вы же не бьете со всей силы. Тем более Бог, если бы Он хотел нас наказать, не осталось бы места от нас. Он любит. Не ставьте вот так антонимы. Наказывает, значит, не любит. Ударяет, значит, не любит. А что-то дает, значит, любит. Любит всегда. Любит без ограничения. Любит, когда воспитывает. И когда, нам кажется, Он благословляет. Так вот, будучи наученным через это, мы получаем мирный плод праведности. И так Бог хотел всех людей помиловать и спасти. И поэтому Елисей, зная сердце Бога, сделал этот шаг. Бог говорит, я ищу человека, который бы, мог бы сделать этот шаг и сказать, Господи, я буду стоять в молитве перед лицом Твоим за людей и за народ. И четвертая, реакция церкви, мы должны нести благую весть о Боге. Мы должны проповедовать. Великое поручение никогда не было отменено. И в эти годы или в это время, как никогда раньше, я верю в пробуждение Божие, которое придет. Давайте склоним наши головы. Я хочу молиться сейчас. Я знаю, что Бог говорил к тебе. И если у тебя все еще есть вопросы, ищи ответы на эти вопросы у Господа. Но прямо сейчас давайте позволим Богу делать то, что Он делает, но при этом позволить Ему, чтобы Он положил в наше сердце это бремя. Если смирится народ мой, если взыщет лица моего, и я приду, и я исцелю землю их, это бремя молитвы и смирения за исцеление нашей земли. Отец Небесный, я благодарю тебя за то, что ты говоришь сегодня. Ты живой, ты не молчишь. И я благодарен тебе, что мы можем слышать тебя, как никогда раньше. Господи, спасибо тебе за слово Твое. Спасибо тебе за то, что ты делаешь сейчас в мире. Но мы также просим тебя, Господи, яви Твою милость, Боже. Мы просим о спасении людей, о тех людях, которые не спасены, которые сегодня живут своей жизнью. Господи, приди к ним. В это время, Боже, дай нам, Господь, достучаться до их сердец со словом о любви Твоей, Боже. Я молюсь о церкви, чтобы Ты пробудил нас, чтобы мы не были теплыми, чтобы мы открыли двери сердца своего, и Ты вошел в сердце, в жизнь каждого из нас, Господи. Чтобы мы не были людьми компромисса, но мы были людьми святыми, очищенными Тобою, Господи. Мы позволяем тебе быть тем, кем ты есть. Ты Бог, держащий все в своих руках. Ты Бог всемогущий, и мы стоим пред лицом Твоим. Молимся, Господи, и ходатайствуем, за людей и за всю эту ситуацию. Яви Твою милость. Прошу Тебя и благодарю. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова �리 и аминь. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»